Книжный детектив. Похищение 57 раритетных церковных изданий из Госархива стало одной из главных новостей текущей недели. Книги оказались ценными не только своим содержанием. Стоимость уникальной коллекции фолиантов, датированных 1821-1885 годами, превышает 1 миллиард 200 миллионов рублей. Похищенные книги были с целью наживы. Правоохранители уже вычислили вора. Как удалось незаметно вынести десятки ценных изданий из Госархива? Получится ли вернуть похищенные? И какое наказание грозит обвиняемому в краже? Все подробности громкого дела в нашем репортаже. Они, конечно, я думаю, что они пострадали, потому что в некоторой книге видно, что подшивка их начала распадаться. В перчатках осторожно перебирают хрупкие страницы уникальной коллекции книг. Руками вора метрическим фолиантом был нанесен немалый ущерб. Из них из всех вырваны заверительные листы, которые обычно в конце книги удостоверяют количество, общее количество листов книги. Я думаю, что у похитителя было намерение, в конце концов, продавать по листочку. Каждая книга, каждая книга стоит порядка 302 тысяч фунтов стерлингов, вне зависимости от того, сколько в ней листов. Весь ужас и хищение подобных книг, что мы можем потерять информацию, которая очень ценная и о которой мы еще не знаем. В пресс-центре правительства раритетные тома сотрудники управления ФСБ возвращают директору государственного архива. По словам Светланы Соломатиной, за 20 лет работы впервые столкнулась с воровством. Да еще таким. Злоумышленником оказался ее сотрудник. Алексей Полынин проработал в архиве всего два года начальником отдела технического и хозяйственного обеспечения. Изначально при задержании свою вину отрицал. Вы задержаны по подозрению в совершении преступления, представленной статьей 164 главного кодекса Российской Федерации. Хищение предметов, представляющих особую культурную и историческую ценность. Что, не по этому поводу можете пояснить? Не, не, не делайте. Ему потребовался примерно год для составления вот этого вот преступного замысла. Он воспользовался тем, что можно проклинировать благодаря своей должности в архивах хранилища, проникал и выносил оттуда дела. Естественно, было достаточно с ним жесткий разговор по этому поводу. И он, по крайней мере, в разговоре со мной говорил, что это связано с тяжелым материальным положением. Книги 200-летней давности, в которых сводные реестры записи актов гражданского состояния, о сменах вероисповедания жителей, а также другие значимые пометки из жизни населения, выносил из архива в обеденный перерыв, через черный вход, отключая сигнализацию хранилища. Затем в интернете выложил объявление о продаже и указал цену – всего 30 тысяч рублей. Мужчина сбыл книги частным лицам. И в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены и склонены к добровольной выдаче две жительницы Саратовской области, которые приобрели данные книги посредством сети интернет. Как установило следствие, женщины оказались специалистами генеалогии. По словам экспертов, наверняка любительниц истории точно так же привлекла возможность продать ценную информацию или выложить ее в интернет. По закону, тем, кто купил раритетные книги, ничего не грозит. 55 книг вернулся на полки в хранилище архива, где находятся еще две. Пока неизвестно, но правоохранители продолжают поиски. Слоумышленник свою вину полностью признал и сейчас активно сотрудничает со следствием. По словам сотрудников следственного отдела, за кражу мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов, 24.